Добрый день Я вам расскажу, откуда мы их знаем друг друга Ваш товарищ? Добрый день Лейтенант полицейский, вы заявлены? Что у вас осталось? Я заявник, а он телефоновал На меня был действующий напад працанником лекарни хирурга Максим Сергеевич Александрович Напад был действующий в дверях операционного блоки Я стоял біля красной черты Смуги Не треба переходити Это не понравилось хирургу Охрана нам не нужна в ваших посадових Тобто за безопасность Побачите на бодекамеру Скажите, будь ласка Побачите, как я был в диагноз И были все шапочки А вы сообщили нам, что включены бодекамеры Я же прервал Мапочка должна у вас светиться Понятно А можно... Он сейчас у себя, Аксентьев Аксентьев сейчас у себя А пошли до него Так все равно пойдем сейчас в рамках записывания заявок А что, я хочу сказать про Аксентьев? А я не только про Аксентьев вам расскажу Вы что? О чем вы говорите? Скажите мне, пока у меня еще есть энергия на телефоне Скажите, что Я Касьяник Юрий Ефимов Гэшев А вы организация какая? Для превентимной идеальности Вы закон о медиа знаете? Нет Нет Это с нами Ааааа Все, базара нет Я че сказал Касьяник Юрий Ефимов Вы скажите про меня, пока у меня энергия еще есть Про Аксентьева Что вы можете сказать? Я вам аккумулятор сниму на 12 вольт 64 ампера Что вы скажите про него, скажите? Про Аксентьева? Да. Почему он хватает за руки, почему он унижает, почему он оскорбляет? Что случилось? Рассказываю, рассказываю. Когда я тут лежал в больничке и не токал, значит, что получается? Они сейчас. Они сейчас провоцируют народ, медики, это же там же есть и психологи хорошие, понимаете? Полицейские, вот вы же меня знаете, да? Они провоцируют людей зачем? Чтобы люди между собой подругались и нашли им денюжку, понимаете? И чтобы вы что-то здесь больше не услышали. Отсеньте, вы это самый первый здесь коррупционер. То есть поэтому не понравилось то, что я делал в сюжете? Да он вообще... Отсеньте, ты козёл. Это я скажу так прямо тебе. Подашь на меня в суд. Так он меня сказал, что если сюда попаду, его лечить уже не буду. Нет, есть закон, значит, о здравоохранении. Десятая статья. Что написано? Что каждый громадный один должен... Что? У вас, у вас лечиться. Не лечиться. Беспокоиться о себе. Такое, что там еще написано. Значит, вы имеете полное право его отстранить. Любого врача от тебя. Юрий, пока... Так вот давайте мы его отстраним, нахер он нам понадобится. Юрий, один момент. Извините, я скажу, Юра, один момент. Когда ты говоришь о ком-то, пожалуйста, не оскорбляй. Кого оскорблять? Слушай, уважаемые люди. Понимаешь? Слушай, сюда. Ты тут лежал когда-нибудь? В этом гамняный курс. Правильно? Когда я лежал тут, мне по носу и по глазам лазили прусаки. О чем ты говоришь? Серьезно? Ты что? Меня тут чуть не убили, пока не подняли на девятый этаж. Я думал, я без рук, без ног подъеду туда. Знаете, что? Вот такие вот женщины-санитарки, как бролеры. Я не знаю, чего это они такие потолстели. И они вот этот пруд, и вот эти все углы, которые там, они все металлические. То, что уже там, вот тут морг недалеко. Они убивают людей, пока поднимают туда. Мы уже были в морге. Да, мы были, мы бачили. Вы обратите внимание, каждый угол, каждый угол, он металлический. Это уже защита, чтобы здание не упало. Они же его бьют постоянно, оно всыпется. А металл уже есть защита. Да, давайте мы его... У вас есть капкан на ведьмеде? Капкан нет. Надо капкан на ведьмеде для Асентио. Белый футбольчик? Это не наши, если ты из больницы. Да, он отношения нет. Нет, я вам скажу, я вам скажу такую ситуацию. Вот этого я юриста знаю. Вот этого. На данный момент вы нормальный юрист. Он идет на контакт с людьми, я вполне серьезно. Будь ласк. Будь ласк. Будь ласк. Будь ласк. Хотя она нам не потребна. Не, ну мы уже с вами. Больше важную вещь. Не, мы знаем у вас не больше важную вещь. Как вас звать? Я... Петро, у меня есть газета. А в газете ломик. Так что мы будем вас сейчас охранять. Сейчас вот подтверждает еще один человек о том, что это был листом дак. И Аксентий это личный дружбан главного врача, который также со слов этого человека коррупционер. И почему ему не... И как раз таки понятно, почему ему не понравилось, потому что я снимал там все. Вот здесь есть сосудистый хирург. Сосудистый хирург есть. Как его фамилия? Я не знаю. Я всех не знаю. Это ж юрец. Что вы его запытываете? Он ж юрец. У него есть свои обовиски по саду. У него фамилия... Вот такая вы поняли фамилия. Так вот что я вам скажу. У него бланки есть. От частных организаций. Куда он их заполняет. Я вам их покажу. Я даже у тебя на канале выложу. Скоро. Когда он от меня тут убегал. По всем этажам. Да. И он требует 5-7 тысяч. За что? Ну как за что? За что? Ну он бедный, несчастный. Ему это надо. Понимаете? Попрошайничай. Ну он сказал, что здесь нет аппаратов. Те, которые здесь есть аппараты. Я тебе ближе зараз открою. Я шок. Я шокировался. Ребята, все нормально. Так. Ну у нас сейчас оплата... Так. Ну что? О, охрана даже. Ого! Это ж частники. Смотрите. Это ж мудаки. Я вполне серьезно. Они зарегистрированы в Кириллорожском госполкоме. Что они вы? Вы что, не в курсах? Нет. Это ж никакой полиции не имеет отношения. Я зашел в реестр. У меня уже все отходится. Нет. Что это? Я зашел в реестр. Вот это охрана полиции. Не железняк фамилия этого сосудистого пирога? Нет. Не железняк. А? Я на Гефрите посмотрю. Я там все скажу его фамилию. А что ты не здороваешься с дядей Юрой? Забыл. Ну нет. Между прочим, так не хорошо. Надо здороваться. Ты же воспитанный мальчик. Не надо. Надо со всеми здороваться. С хорошими и плохими людьми тоже. Так. Ну что. Водолжение следует. Для улучшения вашей видимости на ютуб канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео. Минул. только посмотрев от него. Ну. Минус там с удов Patreon.